Здравствуйте! Что ж, продолжим то, что начали на прошлом уроке. Я объясню вам, почему определенные интегралы вычисляются именно таким образом. В учебниках по матанализу вы вряд ли это найдете. Итак, сначала запишем функцию расстояния. s от t, допустим, равно… Объект начинает движение с отметки 5 метров. Так что пусть будет 2 умножить на t в кубе плюс 5. И предположим, нам нужно выяснить, какое расстояние преодолел объект в промежуток времени от t равно 2 секунды до t равно 5 секунд. Нам не нужно находить полностью расстояние, которое пройдет объект за 5 секунд. Нам нужно выяснить, какое расстояние объект преодолеет за промежуток времени между 2 и 5 секундами. Отметим на горизонтальной оси 2 и 5. Самый простой способ выяснить, чему равно это расстояние, вычислить значение функции в точке t равно 5. а потом вычесть из него значение в точке t равно 2. Если t равно 5, тогда s будет равно 2 умножить на 125 плюс 5, а это 255. А теперь вычислим значение функции в точке t равно 2. 2 в кубе – это 8. 2 умножить на 8 – это 16. 16 плюс 5 – это 21. 21 метр. Значит, чтобы выяснить, сколько метров объект преодолел за промежуток времени от 2 до 5 секунд, нужно всего лишь из s от 5 вычесть s от 2. А это 255-21, то есть 234 метра. Это расстояние, которое объект преодолел в промежуток времени от 2 до 5 секунд. Теперь, я думаю, вы догадываетесь, почему на прошлом уроке, чтобы вычислить определенный интеграл, мы вычитали значение первообразной в точке 0 и значение первообразной в точке 10. Ну, а сейчас давайте построим график производной функции. Теперь назовем производную функцию v . Наше производное – это отношение расстояния ко времени. Значит, v равно… 3 умножить на 2 – это 6. 6 умножить на t в квадрате. А производная константы равна 0. Таким образом, v равно 6 умножить на t в квадрате. И это логично, так как скорость не зависит от отметки, с которой объект начинает движение. На скорость никак не повлияет, начнет ли объект движение с отметки 10 или 2. Давайте изобразим график функции v . v равно 6 умножить на t в квадрате. Это уравнение параболы. Вот так приблизительно будет выглядеть график. Это ось t, а это ось v. А теперь давайте представим, что нам дан только этот график. О графике функции расстояния мы вообще ничего не знаем. Но нам по-прежнему нужно ответить на исходный вопрос. Какое расстояние преодолеет объект в промежуток времени от 2 до 5 секунд? Нам нужно найти расстояние между второй и пятой секундами. Мы можем поступить точно так же, как и на прошлом уроке. Мы можем нарисовать очень много узеньких прямоугольников шириной dt и умножить dt на мгновенную скорость в конкретный момент времени. Потом сложить площади всех этих прямоугольников и найти приближенное значение искомого расстояния. Обратите внимание, каждый из этих прямоугольников описывает расстояние, пройденное объектом за этот маленький промежуток времени dt, поскольку время, умноженное на постоянную скорость, равно расстоянию. Но кроме того, что это расстояние, которое объект преодолеет в промежуток времени от 2 до 5 секунд, это также и площадь фигуры, ограниченной графиком функции vt, горизонтальной осью t и вертикальными прямыми t равно 5 и t равно 2. Таким образом, с помощью этих прямоугольников мы можем вычислить не только расстояние, которое преодолел объект в промежуток времени между второй и пятой секундами, но еще и площадь фигуры под кривой. Теперь давайте вместо 2 и 5 запишем а и b. Тогда, чтобы выяснить, чему равна площадь фигуры под кривой, нужно всего лишь вычислить определенный интеграл от а до b функции скорости, которая в данном случае равна 6 умножить на t в квадрате по dt. А чтобы найти значение этого интеграла, нам нужно сначала записать первообразную под интегральной функции, а потом вычислить разность значений первообразной в пределах интегрирования. Ну что ж, так и сделаем. Первообразная функция 6 умножить на t в квадрате – это 2 умножить на t в кубе. И нам нужно вычислить значение этой первообразной сначала в точке b, а потом от него отнять значение первообразной в точке а. Пожалуй, давайте запишем конкретные числа. Здесь у нас будет 5, а здесь 2. Значение первообразной в точке 5 равно 250, а в точке 2 – 16. 250 минус 16 – это 234. По сути, мы делаем то же самое, что и делали вот здесь. Надеюсь, теперь вы понимаете, во-первых, почему первообразная представляет собой площадь фигуры под графиком функции, а во-вторых, почему определенный интеграл от а до b от f равен f от b минус f от а. Итак, чтобы вычислить площадь фигуры под кривой на интервале от а до b, нужно всего лишь найти разность значений первообразной в пределах интегрирования. а и b называют, соответственно, нижним и верхним пределами интегрирования. Сначала нужно вычислить значение первообразной в точке b, а потом от него отнять значение первообразной в точке а. Так мы и найдем расстояние. Но не думайте, что производные и первообразные применяются только в решениях задач на расстоянии и скорости. Я просто хотела на примере вот такой задачи объяснить вам, почему интеграл вычисляется именно так, и почему первообразная представляет собой площадь фигуры под кривой. А сейчас я все это удалю и еще раз запишу формулу, по которой вычисляется интеграл. Предположим, что производная функции f от х равна функции f от х. И сейчас мы запишем одну из основных теорем интегрального исчисления. Формулу Ньютона-Лебница. Если производная f от х это функция f от х, тогда определенный интеграл от функции f от х от а до b по dx будет равен значению первообразной в точке b, f от b, минус значение первообразной в точке а, f от а. На следующем уроке мы эту формулу применим на практике. И на самом деле, скажу я вам, в применении этой формулы нет ничего сложного. Теперь, думаю, вы понимаете, что представляет собой интеграл. На следующем уроке, как я уже говорила, мы рассмотрим несколько конкретных примеров на вычисление определенных интегралов. А на этом все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok